Приветствую вас рубящие локти черепахи, с вами Федорович, а в этом видео я хочу в прямом эфире вместе с вами посмотреть и прокомментировать невероятный поединок, который уже вошел в историю бокса, несмотря на то, что он был не по правилам бокса, а как выставочный поединок между Флойдом Мэйвезером и Логаном Полом. Я думаю многие из вас этот бой не видели, но наверняка про него слышали. Кто такой Флойд Мэйвезер, все вы наверняка знаете, это действительно легендарный боец уже, который вошел в историю бокса, в зал славы бокса с рекордом 50 побед и 0 поражений. Да, относиться к Флойду можно по-разному, можно относиться к нему как к человеку, который на боксе зарабатывает деньги, не стремится к шоу, но молодость Флойда была очень сказочной. Сейчас вы видите перед собой возраст показания. 44 года Флойду, 28 полу и на взвешивании, кстати, Логан показал 86 килограмм, при том, что Мэйвезер был 70 килограмм, то есть разница между бойцами в 16 килограмм. Если вы никак не поймете, когда же был этот супер бой, я вам скажу, этот поединок состоялся 7 июня 2021 года, совсем недавно и вызвал в мире бокса очень неоднозначную реакцию. Многие, так сказать, ортодоксы бокса, да, те, кто действительно ценит бокс и считает его спортом настоящим, были против таких шоу. Им не нравится, когда какой-то Пол Логан, да, человек, который блогер, который вышел в ринг только благодаря своим деньгами популярности, не имея никаких достижений в боксе, имея всего один профессиональный бой с таким же блогером, как и он, выходит в ринг против легенды. Это очень-очень печально для настоящих боксеров, которые ложат всю свою жизнь на то, чтобы выйти на уровень и заработать хоть каких-то денег. Ну, у нас краткие обзоры, как вы понимаете, мы не будем смотреть весь бой, но в первый раунд Логан стартанул очень жестко, очень дерзко, решил работать первым номером, Флойд, в свою очередь, только делал защитные действия, блоки и не форсировал. И во втором раунде Пол делал все то же самое, он опять выбежал, опять бросился на Флойда, опять пытался пробивать джебы. Ну, вы понимаете, что рост и масса Логана позволяли ему работать, так скажем, с дистанцией, да, он, как видите, возомнил себя Халком, да, ручки держал возле пояса от Мэйвезера. Не боялся он Мэйвезера, кстати, нужно отдать ему должное, но и техника бокса у него, сами понимаете, на каком уровне. Человек занимается боксом любительски и совсем недавно начал, но, конечно, его капитал позволил ему перед этим поединком нанять хорошую команду, он очень серьезно готовился к бою, у него была серьезная команда подготовки, хороший тренер, много денег он вложил в подготовку и, конечно же, это себя окупило. Кстати, так вам, этот поединок продавался по PPV трансляциям, то есть по платной трансляции, для того, чтобы вы понимали, платная трансляция была этого поединка, несмотря на то, что он проходил без линейных судей, то есть в этом поединке это брат, кстати, Логана, Джейк, Логан, брат Пола, о нем вам я еще расскажу немножко позже. Так вот, о поединке он проходил по платным трансляциям, несмотря на то, что это был выставочный бой, то есть здесь не могло быть победителя по очкам, выиграть можно было только нокаутом, то есть не было линейных судей. Так вот, Логан получил за этот поединок 25 миллионов долларов, Ам и Везер 100 миллионов долларов. Вот вам и показательный выставочный бой. Да, скажем так, настоящие ценители бокса, бойцы против таких фриковых боев, но зрителям, как мы видим, это все нравится, не зря возникает множество промоушеном и на русскоязычном пространстве, да, уже возникло в Ютубе множество промоушеном, где полные фрики рубятся, зрители смотрят, а фрики зарабатывают деньги больше, чем профи-бойцы ММА, бокса, которые ложат свое здоровье и занимаются десятилетиями для того, чтобы выйти на профи-ринг. Ну а пока я вам все это рассказывал, тактика Мэйвезера начинала срабатывать, а у Мэйвезера была тактика очень простая. Он хотел в первых раундах вымотать пола, потому что тот бросался на него, как дикий бизон все время, тратил кучу сил, а Мэйвезер работал только от защиты. И уже в третьем раунде Мэйвезер начал потихоньку получать по ушам, ну это, конечно, нарезочки от пола, но он начал перебивать по чуть-чуть, попадать больше, начинал выбрасывать удары, быть более точным. Ну, конечно, пол молодец, свою работу он делал, как бы не засиживался, не бегал по рингу, тоже выбрасывал, видите, двоечки бросал. Конечно, у пола антропометрия в плюсе. 16 килограмм веса больше, роста больше. Ну и Мэйвезер, скажем так, видно, что он четвертый-пятый раунд хотел посадить пола. Хотел отправить его в нокаут, уже выбрасывал такие жесткие удары, быстрые. Но пол, ну, как сказать, терпел это все. И, несмотря на то, что со стороны, как бы, непонятно как, коряво-криво, но защищался. Кстати, нужно сказать должное, что пол не совсем-то и уж, да, такой был корявый парень. Неплохо довольно боксировал. В любительском, на любительском уровне, может быть, он что-то бы еще и показал хорошее. Ну, вы понимаете, что человек-блогер. У него миллионы подписчиков в разных соцсетях. Поэтому ему не нужен любительский уровень, ему нужно мировое признание и слава. Кстати, я вам обещал рассказать про его брата Джейка Логана, который тоже является блогером и тоже идет по стопам братюни. Кстати, Джейк Логан провел боксерский поединок с Беном Аскерном. Тем самым Беном Аскерном, который является звездой UFC и 1FC звездой, чемпионом UFC по ММА. Так вот, Джейк вызвал его на бой и провел боксерский поединок, который вошел в топ-10 продаж в истории бокса. Представляете? В топ-10 продаж. Блогер дрался с ММАшником-пенсионером и этот бой вошел в топ-10 продаж. Вот в таком интересном мире мы живем. И это здорово. С одной стороны, но для, как я уже говорил, для настоящих бойцов, которые занимаются десятилетиями, чтобы выйти на этот уровень и заработать пару тысяч долларов на профи ринге, для них это, конечно, обидно. Когда человек, блогер, будучи блогером, там, потренировавшись с годик боксом, походив в зал бокса, зарабатывает 25 миллионов за бой. Чемпионы мира в UFC, если вы знаете, там, за чемпионский бой могут заработать 600 тысяч. Ну, до миллиона. Сейчас, наверное. До миллиона. Пацан вышел, побоксировал 8 раундов, помахал руками, заработал 25. И вот с седьмого раунда у Пола открылось второе дыхание, и он начал троллить Мэйвезера. И правильно сделал. Седьмой-восьмой раунд Пол провел очень здорово. А наш поединок заканчивается. Притом, вот вам такая небольшая статистика. Пол Логан выбросил 217 ударов, а Мэйвезер 107. Пол Логан в два раза больше нанес ударов по Мэйвезеру. Мало того, что он не упал в нокаут, мало того, что он продержался до конца боя, так он еще и нанес в два раза больше ударов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как вы относитесь к таким поединкам и как вам вообще этот бой. А если вы хотите посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Там же вы можете забрать бесплатные видеокурсы по самообороне и муай-тай и подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем». А если вы хотите поддержать канал, вы можете это сделать на кошелек Юмани любым удобным способом в описании. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. «Движуха с Федоровичем» Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хуба, хуба, хуба. Вот так. Движуха с Федоровичем.